Здравствуйте, уважаемые слушатели! Здравствуйте! Сегодня на канале Иван Иванов у нас неожиданный гость Юрий Игнатьевич Мухин Человек, которого я впервые вижу вживую Хотя еще в 90-е регулярно читал дуэль Она у меня на столе обычно лежала В день выхода я ее покупал в метро Когда ехал на службу, когда видел свежий номер Поэтому с удовольствием планирую подискутировать Со своего рода легендарным человеком, по крайней мере в моей молодости Пусть даже и, как принято говорить, в узких кругах, но тем не менее Та позиция, что есть, она должна потребовать Какая позиция? Там есть оппозиция? У нас Я про нас говорю, я говорю, как нам прекратить войну, а не как Зеленскому Зеленскому мы уже говорили, как прекратить Вот нам нужно прекратить так, как может прекратить Зеленский То есть поставить вопрос, что власть захвачена неизвестными лицами, которые ставят артиста вместо себя Поставить вопрос, что все, что происходит, это преступление, должно быть наказано Поставить, но это доказательство только того, что это преступление, его боятся депутаты, боятся сенаторы Это то, что нет никакого документа о начале войны Юрий Иванович, давайте не повторяться, продолжайте Да, я уже закончил У меня вопрос так, следующий Поскольку все-таки вы гость, я имею право задать вам вопрос Скажите, Юрий Иванович, а у нас есть оппозиция? Есть Ну и где вы явились? Где? Кто? Есть за границей Есть мы Кто мы? Мы, я, например, вы Или вы не считаете себя оппозицией? Нет Я объясню почему, раз вы задали вопрос, я объясню почему, я не считаю себя оппозицией Оппозиция это отнюдь не люди, которые критикуют там отдельные блогеры, то есть отдельные атомы Это песок Вот это мы вот сейчас как с вами, как песок Вот кучка песка лежит, вот возьми, он между пальцами что сделает? Вытечет, останется там что-то там на руках, стричь, вот можно Оппозиция это структурированное В организацию или организации ИИ, там может быть разные, правильно, организации И имеющая вес на политическом поле Сила А какая сила у песка? У нас нету никаких структур А когда вы говорите, что кто-то за границей Это, простите, оппозиция, которая как раз и будет, на мой взгляд, разворачивать Россию В тот же самый инструмент против Китая Это та оппозиция, которая заменит вообще То есть, вот это вот, извините, вот что-то, хотя бы что-то, а будет вообще вот это Игорь Иванович, у вас настолько представление о том, что все будет, предсказания Я вот никогда не стремился там за глобу, быть конкурентом глобы, понимаешь? Я смотрю вот на том, что есть Нет, ну а что есть? Есть куча людей, которые критикуют и выступают против решений Куча, куча, Юрий Игнатьевич Куча, куча, потому что организаторы сидят в тюрьме Кто организаторы? Навальный сидит в тюрьме, сейчас Карамурза сидит в тюрьме Юрий Игнатьевич, поверьте на слово, для меня Навальный и вся эта команда Это тот же самый Еленский Игорь Иванович, вы тут не ограничиваете всю Россию Там помимо еще есть люди, помимо вас, понимаешь? То, что они для вас не... Хорошо, Юрий Игнатьевич, скажите, вот просто вот сразу принципиальный вопрос То есть, если завтра Навальный выходит каким-то боком из тюрьмы, вылетает как Карлсон И, значит, ведет людей, обозначает те самые вопросы, которые вы сейчас обозначили Вы будете ему союзником? Безусловно Ваш выбор? Безусловно А чему это приведет? Что к чему это приведет? Во-первых, это приведет к тому, что завалится нынешний режим До основания, а затем? Да Завалится Будет года 2-3 И что вы будете делать? Свободы Какая свобода? Когда в этот... Ну, так слушай, я помню, я помню 91-й год Когда будет возможность Реально людям, отвечающим за то, что они будут делать у власти, прийти к власти Игорь, Юрий Игнатьевич, простите, разрешите вопрос Вы понимаете, что сейчас не 91-й год? Ой, понимаю, что день 91-й год Если было в 91-м году Я тогда был, скажем так, ярым антисоветчиком Я, в общем-то, и сейчас не великий любитель большевизма и всего прочего Но я тогдашний не пошел защищать Белый дом в 91-м году Потому что я прекрасен, уже тогда я понимал Слава Богу, историческое образование заканчивал Я понимал, к чему это приведет Что это придет к распаду России, к огромным жертвам в русском народе И все остальное прочее Так что меня... То есть не обвинить в том, что я поддерживал там Ельцина Я и Горбачева считал мразью, и Ельцин такой же Даже считал, что хуже Так вот, у меня сейчас снова дилемма Вот есть вот условный наш новый Горбачев Ну, конечно, его не сравнить, но тем не менее Это вот сидит бункерный дед наш И есть новый Борис Николаевич Ельцин Который сейчас сидит на зоне Опять же, не идентичные люди Там Навальный тоже человек непростой Может он и поумнее там Бориса Николаевича А может и нет Кто его знает, каким был Борис Николаевич, пока не начал водку жрать каждый день Я к тому, что... Я тогда понял, что Ельцин будет хуже Горбачева и развалит страну Тогда я это понял уже Сейчас я понимаю, что Навальный будет хуже Путина И еще я понимаю, что у России сейчас нету того запаса прочности Нет того запаса демографических даже сил И нет такого количества оружия и людей, которые были в 91-м году А есть бледная тень того, что у нас было в 91-м И этой бледной тени стесняться никто не будет И здесь будут и оккупационные войска Сразу, причем практически Приглашенные тем же самым Зелебобиком новым нашим Не важно, что... Это не факт, что это будет Навальный даже Не факт, что это будет даже Навальный Они здесь окажутся сразу И что вы будете делать, Юрий Игнатьевич, в этой ситуации? Поддерживать дальше вот эту ситуацию? Или вы думаете, что с вами будут церемониться Те же самые наши уважаемые киевские партнеры Которые сюда шутцмандшафт батальона Из них будут состоять Американцы, как в Ираке, как в Афганистане Сядут, создадут базы А защищать эти базы и наводить порядок здесь будут туземцы Честные военные компании Которые мы сейчас видим Первый пример Знаете, кувалдировать, видели? Вот И почему вы думаете, что вас не кувалдируют? Вы меня напугать хотите? Я не напугать, я рассказываю вам, как будет По одной простой причине Я уже бывал в таких ситуациях Вы взяли на себя функции глобы Вы предсказываете, как будет Понимаете? Но эти предсказания, они основаны на вашем страхе На том, что будет так Причем здесь страх? Понимаете? А я планирую то, что нужно делать И это то, что план И его нужно выполнять, этот план Нужно смести этот режим Который вот привел ко всему этому Юрий Игнатьевич И много ваших, извините за такой вот вопрос Много ваших планов сбылось за последние 30 лет? Ты знаешь, не сбылось Ну, а почему? Потому что сразу же выходит масса таких Игоря Ивановича И начинают говорить, что ничего не получится Это совковый менталитет Спрашиваешь, а что получится? Юрий Игнатьевич, разрешите Ничего не получится Разрешите вопрос Игорь Иванович, он не только говорил Это сейчас Игорь Иванович вынужден только говорить Вообще-то Игорь Иванович и действовать немножко умеет Но И умеет немножко действовать И если вы считаете, что в 2014 году я был говорящей головой То это неправда Без меня там вообще ничего не получилось Так вот, Юрий Игнатьевич А в 90-х годах Игорь Иванович был сержантом контрактниковой артиллерии Лейтенантом, потом капитаном ФСБ Который вас читал регулярно каждую неделю Когда до каждой недели вы находили? Правильно? Или два раза в месяц? Да, каждую неделю читал вас И читал еще газету «Завтра» тогда еще Когда он думал, что... Но вас он читал охотнее Так вот, Юрий Игнатьевич, когда Игорь Иванович был лейтенантом Капитаном, воевал там в Чечне Вы что, победили? Что-то сделали? Что вы сделали? Привели к власти после Ельцина Путина? Что вы сделали в 99-м году? Я не претензии вам предъявляю Я просто вас ставлю перед фактом То есть, вы не имеете за собой Вот мы все не имеем за собой Я же тоже считаю себя патриотом Причем с тех пор, Юрий Игнатьевич Даже находясь в ФСБ Даже при Ельцине Я не стеснялся говорить Мне говорят, мы все здесь патриоты Я говорю, нет, я патриоты не считаю это нужным скрывать Так вот, мы все что сделали? К чему мы пришли? И вы теперь И вы теперь Хотите повторить то же самое, как было в 91-м году? Сменять шило на мыло Причем явно с ситуацией Не имея ни собственного плана Ни собственной силы Я почему говорил Извините, вы дослушайте меня до конца Почему я вот говорил про это, про песок? Вот у либералов, у так называемых Ну вот, у Навального, у этой команды У них сила есть по одной простой причине Как только они получат возможность Они немедленно структурируются Потому что в них вольют огромное количество денег Сразу Они сразу получат заграничную поддержку За них подписываются послы, президенты и так далее А что есть у нашего песка? У патриотического Перепух Навсегда, на всю жизнь Перепух Вот вы сейчас доказали Что у нашего патриотического песка Есть перепух на всю жизнь Что не предлагай, ничего не получится Подождите, а вы что-то предлагаете? Кроме как поддержать Я предлагаю только что Я предлагаю сместить режим Вы предлагаете то же самое, что Еще раз повторяю Вы предлагаете то же самое, что Предлагают либералы А вы видите нас что? Вот нас вот сейчас Вы нас видите в качестве солдат для либералов? Нас патриотов? Вы считаете, что те люди, которые из Донбасса Которые сейчас защищают свою землю А я их знаю лично, многих Я же про погибших, раненых Я искалеченных не говорю Я говорю про тех, кого еще не убили Не искалечили Вы считаете, что они должны Сдать свой Донбасс Потому что любой Какой бы ни был Навальный Насчет Крыма не знаю Но любой либерал, который придет к власти Он сдаст Донбасс Так вот, на Донбассе либералов не воюют Добровольцами там воюют только патриоты А вы им предлагаете сдаться Эти патриоты, которые перебили Всех тех реальных патриотов Подождите, Юрий Иванович Я говорю не про Я говорю Нет, подождите Давай я Донбасс отставил в сторону Подождите А нет, а как его оставить в сторону? Как отставить в сторону Момент, который объединил Очень многих патриотов Который их Включил в дело Что они сейчас работают Причем не только автомат Каких патриотов? Ходоковский патриот? Нет Ходоковский агент Ахметова Ходоковский Мразь и предатель А спроси Ходоковского Он скажет, что Стрелкова Агент Что там, Матвеевича Или Пригожинова Юрий Игнатьевич Будете друг друга агентами Тот агент, тот агент Юрий Игнатьевич Извините Если вы считаете Что мы с Ходоковским Одинаковые Ну на вот этом поле Вы про Донбасс заговорили Так вот я про Донбасс говорю Потому что я там был Одновременно с Ходоковским А вас там не было Так принято А Ходоковский был? Был Только извините Он был Но ничего не делал Пока не подул Северный ветер Вообще ничего не делал Кроме как охранял Собственность Ахметова Ничего Единственное что он сделал Он похоронил 26 человек В аэропорту Мы перевели Под Маринкой Похоронил Подождите Вы упомянули Ходоковского Я вам отвечаю Я рассказываю вам о Ходоковском А потом 40 дней Саботировал оборону Донецка Пока не подул Северный ветер Саботировал Просто засел На своих базах И сидел там Не давая ни людей Он обозвался О вас хорошо Я думал что вы друзья А я вот еще раз говорю Я говорю не о Ходоковском Не о Пушилине Я говорю о таких людях Как Мурс Я говорю о таких людях Как Грубник Которые ничем не командуют Ничем не руководят Но тем не менее Воюют И не воюют Не за страх А за совесть И делают все Чтобы защитить Русских Донбасса От того Что им уготовил Киев А вы сейчас Предлагаете Вот то что вы предлагаете Нам патриотам Вы предлагаете сейчас Как раз сдаться Перед шуцмандшафт батальонами Перед нацистами Сдать им Русских людей Донбасса Которые поверили Нам в четырнадцатом году И помочь Тем людям Которые Оформят это Вернув все это В так называемую Украину Так вот Я Извините Я еще вас отниму Пять минут Так вот Юрий Ильич Вы не с той стороны Начинаете Вы Это не я сдался Это вы сдались Как патриот Это вы решили Что вы бессильны И ни на что не способны В будущем И кроме как На союз С мерзавцами Которые же В девяносто первом году Нам вот так С ног на голову Перевернули И собираются сделать Это еще раз А я считаю Иначе Я вот считаю Что вот тот песок Который у нас Протекает между пальцев Вот пока Мы его не структурировали Пока мы не создали Из патриотов Настоящую Политическую силу То входить В смуту Для нас Самоубийство Если вы считаете По другому Вот теперь вам слово Я Я считаю Что вот эти Два-три года Свободы Которая будет Как которая была С девяносто первого года Дадут возможность Распространить Среди народа Мою идею Или нашу идею О том Что власть Которая находится Которую избирают люди Дума И президент Они должны В момент выборов Проходить суд народа И если народ напишет Что недостойны наказания То все депутаты Все должны сесть в тюрьму Власть должна быть ответственной Вот Я вот это Считаю Что это нужно внедрить Эта ситуация Ответственная власть Уберет От власти Всех Вот всех Болтунов Которые называются Патриотами Которые в этом самом И Придут Люди Которые не боятся Ответственности Откуда они придут Из низов Мы же Россия Она бы развалилась Если бы не было этих людей Юрий Игнатьевич 30 лет прошло 30 лет 30 лет Но во власти вы Мы А эти люди Они строят Они Обеспечивают города Электроэнергией Они обеспечивают хлебом Понимаешь Эти люди находятся Которые понимают Что за ошибки Надо платить Куда они пойдут Подождите Юрий Игнатьевич Вы считаете Что я представляю Власть Вот серьезно Вы представляете Власть В умах людей Правда Ну а как же Вы же Действуете В информационном поле Вы что Зачем Действуя Вы считаете Что власть Мне платит За то что я действую В информационном поле Да нет Я имею ввиду Настоящая власть О том что Люди находят Какие это люди Находят Для себя нужным Подчиняться Тем идеям Которые вы говорите Я и говорю Я и говорю о том Что идея Которую я с 16-го года Двигаю Когда я Впервые Вообще Проявил публичный Интерес к политике Она и заключается В том Что патриоты Должны объединиться Помните Такой Хвостой Выстрел Комитет 16-го Вы начали с того что патриотов У нас нет У нас должны Объединиться За человек У нас есть атомы У нас есть песок У нас есть атомы Я сказал что патриотов У нас нет В политическом поле В политическом поле Нету патриотов Юрий Игнатьевич Назовите мне Хотя бы одну По-настоящему Патриотическую силу Да я вам называю Вы говорите Что это либералы Что это говно Что оно не годится Ну это же не патриоты Или вы считаете Подождите А вы считаете Навального патриотом Да А вы считаете себя патриотом Да Ну и Навальный так считает И я его считаю патриотом Причем он за свои убеждения сидит А я за свои убеждения воевал Между прочим Если кто-то думает Что я воевал Только сидя в подвале Ни разу не рискую То вы ошибаетесь Да ладно Знаете Знаете как страшно Под артерийским огнем находиться Не правда Не знаю Ну очень страшно Не знаю Ну догадываюсь Что страшно Ну да Потому что Нет Я не хочу обострять В данном случае Ну нет О чем обострять Здесь ситуация в том Что получается Что у нас разные критерии Подхода к патриотизму Я считаю Что патриотизм Это Ну Пойти Под началом Какого-нибудь уголовника Или олигарха Захватывать Где-нибудь власть Это патриотизм Нет Юрий Иванович Вы неправильно Расставляете акценты Пойти Использовав Возможности Да Олигархов И так далее Защищать русских Туда Где их бьют Каких русских Русских Кого вы там защитили Их там сейчас Бьют Гораздо Сильнее Чем Когда Когда вас Там не было Бьют Конечно Гораздо Сильнее Но русские Перестали быть Овцами Под заклание И выступили Впервые Куда Куда Когда их хватает На улицах Потому что не видели Столько роликов И запихивают В эти батальоны Этих русских Какие батальоны И ДНР И ДНР Юрий Игнатьевич Если вы полагаете Что Донбасс Продержался бы Если бы Там только Насильно Гнали людей На фронт То вы ошибаетесь Любой Я не полагаю так Я знаю Сколько добровольцев Поехало И уважаемых Моих добровольцев Поехали на Донбасс Я говорю Про мобилизованных Как вы думаете Донецкая филармония Которая почти В полном составе Погибла В Мариуполе Она добровольцами пошла Нет Ее мобилизовали Вот мои личные друзья Говорили о том Что Эти люди Или будете в подвале Или вас там Придют Ничего подобного Юрий Игнатьевич Ничего подобного Я знаю одного человека Его фамилия Стрелков Да Да Который сбежал С Донбасса А ну И говорит Иначе меня там убьют Нет Юрий Игнатьевич Там все не так было Ну не знаю Вы послушали Игоря Селча Гиркина Который сидит Напротив вас Который рассказывал Как было все на самом деле Вы очень плохо слушали Но тем не менее У вас сложилась Такая категория Или вам ваш друг Ходоковский Рассказал Замечательную историю Ну Обычно я в таких случаях Но я могу для вас Персонально еще раз Повторить свою версию Я его не знаю Говорю Я могу повторить Но вы эту версию Мне сейчас в глаза говорите Правильно Да в глаза говорю Потому что вы ее говорили Какую Вот тогда В 2014 году Когда вас попрекали Почему вы бросили Своих людей И удрали в Россию Вы говорили Иначе меня бы там убили Так естественно Убили бы Вопрос только в другом Что Естественно Меня бы там убили Ну Извините Выдирать слова Из контекста Это немножко Разные вещи Я говорю Что меня бы там Непременно бы убили Если бы я там Задержался еще На 2-3 недели Но Но это были русские Это были патриоты Вы можете не перебивать Это были замечательные Вы можете не перебивать Когда я не договорил Вот пожалуйста Дослушайте меня пожалуйста Но Там еще была Значительная часть Текста И звучала она Примерно так Но Если бы я знал Реальную обстановку Которую меня Не доводили Я бы все равно Бы остался А мне было поставлено Условие Не моя жизнь Мне никто Открыто не угрожал Там были другие моменты Которые я не хочу Рассказывать Почему я думаю Что меня бы убили Мне просто перекрыли Все поставки Боеприпасов Именно мне При этом Захарченко Ходоковскому Безлеру Продолжало идти все Потом мы попали В окружение Все остались Боеприпасов И мне начали Говорить другое Что пока ты Не выйдешь В отставку Причем Отставка жестко Связывалась Своим отъездом На территорию Российской Федерации Северного ветра Не будет Причем Говорили это мне Люди В том числе Которые входили В мое ближайшее окружение И люди Извне Скажите Вы считаете Это После что После этого Я удрал Да Ну Потому что Сняли вас С министров Замечательно Автомат В руки И рядовым Туда Кого вы туда Привели Вот рядовым С ними И воюйте Я хотел так пойти И что-то не получилось Нет не получилось Ну что ж поделаешь Будем Будем верить Что не получилось Нет не получилось Поэтому я говорю Давайте Лучше Так вопрос Не решался Давайте не трогать Донбасс Так вопрос Не решался Вопрос был Именно жестко Было увязано С территории Донбасса Потому что Они прекрасно Представляли И знаю Именно то Что если бы я остался Даже просто рядовым Это я уже потом понял Не тогда Я много потом понял Ну как говорится Поздно пить боржоми Когда почки сели Если бы я там остался Мариуполь бы взяли И скорее всего Исламинск бы освободили Потому что Я Люди все равно Видели во мне командира Независимо от того Был я там Каким-то Министром Который Это пустой титул был Или не был Славянской бригадой И подчиненными подразделениями Командовал я И продолжил бы командовать Поверьте Поэтому вопрос был Убрать С территории И все Или 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 отставка И выход Но я еще встретил Северный ветер То есть я уже Уезжал со спокойной душой За этот счет Давайте закончим Я ответил на ваше обвинение Ответил на ваше обвинение Я не обвинение Я вам предлагал Давайте не говорить о Донбассе Давайте не говорить о Донбассе Вы все равно Настойчиво хвалились Какой вы там были герой Я вам сказал Что я не вижу В этом героизма Бросить людей Которых привели На Донбасс Которыми начали войну Бросить людей И удрать в Москву Это не герой Хорошо Юрий Геннадьевич Я много Слышал подобных обвинений Не только от вас Вот Поэтому в общем-то Вы мне ничего нового Не сказали Да я и не собирался Вам это говорить Ну раз сказали Значит задняя мысль Ну вы же вынудили Вынудил Ну конечно Пытал вас У стенки Ну хорошо Что правду сказали Зато я знаю Что вы думаете На самом деле Я в общем Я доволен беседой Вы раскрылись полностью Вы раньше это знали Нет Я писал об этом Ну я думал Вы читали Измените свое мнение Вы читали Я думал Вы может быть Измените свое мнение Нет Я теперь не понимаю Я пришел с вами С вами подискутировать Вот вы пришли Подискутировать Но вы вместо дискуссии Начали себя расхваливать Нет Юрий Игнатьевич Это вы Пока начали Вместо дискуссии Рассказывать Как надо Свалить Путина На пользу Вашим друзьям Либералам Так мы для этого И собрались Нет Мы собрались Дискутировать А вы Я вас очень внимательно Вначале слушал Вы рассказывали Как вы собираетесь Помочь Вашим друзьям Либералам Завалить эту власть А дальше Хоть трава не расти Что это мои друзья Либералы Это единственная сила Которая может Понимаешь Значит вы никто Значит мне с вами Дальше не интересно Беседовать Потому что я полагал Что вы Одна из песчинок На этом столе А теперь вы уже нет Вы уже в том лагере Да Вот я предлагаю На этом и закончить Данную беседу Вы согласны? До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому